Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Аферисты в сетях. Если нравятся те выпуски, то поддержите меня лайком, потому что мы начинаем. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя, чего я вам рассказываю, заходите и подписывайтесь, и сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Впервые. Ты кушай, кушай. Не надо стесняться. В наши сети попался тот. Это вообще очень муромая. Кто сам себе завалил аферу. На тебе, конечно, не работай, я поняла. Не понял, но ладно. Что это было? Мы подготовились к встрече с ним по-серьезному, как обычно. В 11 он меня ждет. Все приготовились. Я, как всегда, в полном боекомплекте. Плюс скрытая камера в сумочке. Типа хреновый аферист. Все, я просто уже не собираюсь. Непрофессионал. Там все готово. Сейчас, подождите, может, там что-то по технике. Это он звонит. А чего он звонит? Кто-то. Алло, Александр, здравствуйте. Да, да, Грис, здравствуйте. Что, ты там далеко? Я, ну, я как бы на подъезде. Я зайду, как бы, я помню, ресторан, баркас, я зайду. Ну, я не в ресторане, я на парковке. Тебя буду брать за этой машиной. На парковке? На какой парковке? Под вывеской ресторана баркас. Ты меня узнаешь, я в полосатой футболке. В полосатой футболке. В полосатой машине. В полосатой футболке возле белой машины. Хорошо, Александр, все, тогда до встречи. Все, на парковке. Чего вдруг? Что, меня не поведет? Ресторан бросает машину, мы кота уедем? Мы готовы сейчас к слежке, если что, вдруг? Выжидаю еще 10 минут. Иду на встречу с очередным бизнесменом с сайта знакомств. Ну, любят там этим козырять. Так, и... Держи, красавица, это тебе. Ой, это мне? Да. Спасибо. Пока ехал, переживал, чтобы не завяли, жара такая. Возле белой машины, такая крутая машина, но судя по его одежде... Сомневаюсь, что это его машина. Ага, персцентировал на белую тачку. Неужели реально его машина? Пошли в ресторан? Да, пойдем. Куда я не пойду? Да, он выглядит даже никак. Конечно, в переписке я выведала название ресторана, так что скрытые камеры там мы установили еще с утра. На столик, который забронировал Александр. Здравствуйте. А на Александр забронировал столик. Пожалуйста. А, вы цветочки, это вам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Как от тебя вкусно пахнет. Странно, ведь запах слышен лучше, когда бок о бок. Почему сейчас, сказал. Что за гухи? Ну, подружка мне подрила. Нам тут же приносят вазу с моими цветами. Спасибо. А официант Миткач. Это ж надо было так вазу поставить. Чувствую себя прям как Эли Драйвер из Убить Билла. Старый вонючий козел. Нет, убить Билла мне сейчас не хочется. А вот убить Розы... Кто ж знал, что чуть попозже мне захочется убить и Александра. Можно дюжину устриц. Для девушки бокал шампанского, а мне озорятся. Итак, он шикует. Розы плюс устры, плюс шампанское – это гривен кирпич. Чем больше эфирист тратит, тем больше рассчитывает с вас поиметь. Ну да. В общем, сегодня точно убивать будем не только Билла. А я хочу тебя лучше видеть, переставлю. Ушел куда-то. Все поднимается, молодец. Хочет меня сразить. Как тебе сказать? Либо сказали подружку. А вот как я на самом деле отношусь к устрицам. Надеюсь, меня не стошнит, когда их принесут. Приятно удивил. Таких девушек и хочется удивлять. Баловать. Ой, как монотонно звучит. Это что, аферист-дилетант? Да мы и так балованы, что ж нас балованы. А Александра заливает безумолку. Ты что, понимаешь, устрица – это не тот подарок, который я тебе хотел сделать. Спасибо. Да, приманку с подарком он закинул еще в переписке. Написал мне первым. Привет, познакомимся, бизнесмен, ищу только созерцные отношения. Хотя в анкете бизнесмена ни одной личной фотки. Только крутые тачки. Легенда стандартна. Шифруюсь, так как делаю большой бизнес. И сходу начал заливать. Ой, понятно. И на добивочку главный крючок, на который часто ведутся девушки. С меня ценный подарок ты не пожалеешь, что пришла. Пришла и уже пожалела. Хотя бы из-за устриц. Можно носить покудрить? Только на долго, хорошо. Да, ты думаешь, устрицу убегут. Не, ну что-то он странный какой-то. Говорит деревянно. Аферисты так не говорят. Уже он не в себе. Да не паникуй. Хреновый аферист просто. Но пока я в туалете, я не вижу этого. И что там? Александр как будто что-то высматривает по сторонам. Но что? Ничего необычного. Сиди тебе. Замечаю в глазах Александра какую-то растерянность, что ли. Что такое? У него что-то пошло не по плану? Я много ездил, много видел там по закраницам. Ты вот прям особенный. Как-то вот в тебе вот что-то есть. Нет, ну не говорят так аферисты монотонно. Они же мягкие. У меня сорвался, да. А тут как миксер работает. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Кто он такой? Да и застиранный воротничок его никак не вяжется с легендой про бизнесмена. Ой, спасибо. Вы можете не стать. А я делаю еще одну попытку сплавить эти устрицы. Ты точно не будешь? Я уже на них даже смотрю. Так приступаем. Да, он думает, что я в восторге от такого дорогого деликатеса. А я такие устрицы еще в детском садике видела, когда мальчик резко чихнул. Короче, не могу я их есть. И в голове у меня сейчас одна картина. Вообще не маслом. Устрицы, кстати, это очень хороший автро... 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 Афро... Зодиак. Афро... Зодиак. Боже мой. Афро... Зодиак. Фу. Даже покурить захотелось бы тебе. Что такое? Он что, не знает слово афродизиак? Или он нервничает? Ну, асиристы обычно себя контролируют. Кстати, устрицы раньше считались едой для медников. Такое, да, только бедняки могли есть, наверное, раньше. Их просто было очень много, но их-то вылавливались, и сейчас это считается деликатесом. Видимо, поэтому он меня этим деликатесом и пичкает. Ты кушай, кушай. Не надо стесняться, не надо на меня смотреть. Но пытка устрицами продолжалась. Да. А что, он не может сказать, что я не могу это есть? Честно, я не могу. А может, афера построена на устрицах? Чего он меня ими пичкает? Ой, ты решила, мне наконец-то составить некому. Прощайся, потому что я вижу, ты не стесняешься. Ну нет, я уже не выдержу. Надо отвлечь вопросом. Так беспалевно, в салфетку выкинуло. Но вижу, что Александр как-то ушел в себя, как будто к чему-то готовится. И вдруг... Ты королева, поэтому я хочу тебе сделать королевский подарок. Ой, ну что за кальковые фразы. Он что, кино какое-то посмотрел? Драгоценные украшения хочу тебе подарить. Вот о каком подарке шла речь в переписке. Просто, знаешь, для первого... Я считаю, что ты достойный. И мы пойдем с тобой. Ты не новый артист. Я согласен. Итак, устрицы только для фразов. Афера, скорее всего, произойдет в ювелирке. Начинающий. А ювелирка – это не шутки. Сигнализация охрана. Что же он задумал? Мы не на машине, да? Тут идти пару шагов. На какую машину? На самом деле ты придумал? И ждем за вами. Замечаю, что Александр как-то побледнел и вообще замолчал. Может, он начинающий эфирист? И мандражирует? Стоп, да. Да мне уже прямо интересно, что произойдет. Кстати, в ювелирке есть камеры наблюдения, так что расставлять наши мне не придется. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу обойтись? Давай цепочку, да, наверное, сразу выберем. Я не знаю, но... Покажите нам вот эти, да. Выбирай. Давай, я тебе помогу. Замечаю, как у него вспотели виски. Значит, сейчас что-то будет. А побольше что-нибудь? Барс на свинке. А вот эти со серединки, две штучки, можете показать? Да, конечно. Продавщица с готовностью выложила нам все. И цепочки, и браслеты, и кольца. Не стесняйся, выбирай. Мы сегодня гуляем, правильно? Ну, тебе красный. Как вам нравится? Сегодня твой день, давай. Но как же у него задрожал голос? Сегодня гуляем, правильно? Можно он тебе колечки поб... Ну, ювелирку, все честно, так никогда не выкладывают. Мы покупали тещу подарок, там три равно одну еле дают даже посмотреть. И две, это типа, ну, очень под большим вопросом, и там сразу только на виду. А тут это просто что-то все выкладывают и выкладывают. Ну, это видно, какая-то такая забегаловка, поэтому это возможно. Больше еще посмотрите, потому что, я так понимаю... Там была у нас сеть ювелирной. Что же он задумал? Ну, честно говоря, это вообще очень неудобно. Ой, что у него с глазами? Зрачки расширены до предела. Это признак почти шока. Давай сейчас сходим еще в одно место. Девушка, отложите нам вот колечко, да, и цепочку вот эту. Хорошо. И голос прям вибрирует от дрожи. Отложите нам вот колечко. Идем, идем. А молодые люди, а сколько отложите? На час. Что происходит? Надеюсь, группа готова на перехват. Кристина. Кристина. Блядь. Случилось? Смотрю по сторонам. Вдруг это отвлекающий маневр. Я как... Я знаю всю эту дежуху. Не снимайте сейчас, ребята. Отключите камеры. Я не буду говорить. Я аж захлякла. Не хватало мне второго раба Виталика. Что происходит? Сейчас ты узнаешь, что... Вот звезда. Ты что, парень? Брит, это она ко мне. Кто ты такой? Ты знаешь, кто я? Да. Но по его лицу вижу, что он реально в полной растерянности. Не снимайте меня. Хорошо, если ты знал, что происходит тогда. Я смотрел твою программу. Я хотел удивить. Чем? Чего ты зеленый-то такой? Я хотел рисунутся. Хотел фокус. Ты б***ь. Прятал цепочку в рот и случайно лотнул ее. Что сказать? Я просто в шоке. Ты сожрал цепочку, которую нам похалил? Но я не хотел. Ясно одно. Он не аферист. Но ювелирка вот-вот может обнаружить пропажу. У меня будут полиция. Назагребут всех. Алло, очнись. Назагребут, если мы туда пойдем. Пошли. Сожрал цепочку. Идем, я все объясню. Все нормально. А как он мне в рот заснул? Как это не уследили? Да, у нас тут небольшая проблемка. Это новый канал. Программа «Филис на сетях». Телевидение. Это не ограбление. Молодой человек сожрал вашу цепочку. Сожрал. Случайно. Случайно. Не вызывай никакую полицию. Мы вам все развернем. Я не знаю. Все, я думаю, вы какая. Не знаю, девушка. Вы какая цепочка. Мы все думали, что он не пили, что он нормальный. Правда, воды в рот набрал. Точнее, золото высшей пробы. Засранец. Ну, нам, в любом случае, надо как-то достать. Иди теперь, деду. Будем пилить. Насколько никого. Продавщица приснула со смеху. Даже охранник улыбнулся. Но с места не длинулся. Ответственный. Но цепочку, правда, нужно вернуть. Я знаю. Я знаю. Я прошу свое время честно. Я все время проглотила ложку. Кстати, да. В 20 лет я умудрилась лопать чайную ложку. Тоже случайно. Даже рентген на память сохранила. Вспоминая, как медики надо мной ржали. Смотри, что надо делать. Для того, чтобы мы сейчас достали. Значит, ты наклоняешься. Ты управляешь пищевод. Вот так. Вот так вот руки. Давай, потом подержу эти точки. Чтобы тебе было прийти до подвижения. Вот так вот. Руки вверх. Ага. Я так. Зато нормальный антистресс для окружающих. Да, это мое маленькое наказание этому дурбецела. А, он не издевается? На тене, короче, не работает. Я поняла. Так, а мы сейчас вам сколько это стоим? Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас умру. Мы же сейчас меня в ложку отвезем. С нормально. От этого никто не умирает. Поверь. Я тут с ложкой танцевала. 249. Да. Моя ты радость. Золотой ты мой мальчик. Алена, собрызгайся на меня. Мне не хочу. А что? Какая была задумка вообще? А задумка была простая. Александр хотел разыграть нашу программу, прикинувшись аферистом. Хотел, чтобы было эффектно. Устрица, ювелирка. А в ювелирке фокус. Но слегка облажался. Ты сожрал цепочку, которую нам показали? Она не хотела. Оказывается, Александр увидел в интернете ролик, как тетенька лихо тыбрила золото, положил в рот. Вот и Александр думал лихо стыбрить, чтобы мы не раскусили. А потом победоносно раскрыть секрет и достать из-за щеки. Цветочки на дело взял специально. В нужный момент ими просто прикрылся. Сгреб в руку цепочку и тут начал жрать. Нет, по-другому не скажешь. Он ее прям хомячил. И одна из камер в магазине это очень хорошо снимала. Прям с аппетитом так трескал. С ценником. Не то, что я устрицей с отвращением. Молодец. Кажется, он ее замаковал. Именно в этот момент я повернулась и застыла. Вот тут я и заметила, что что-то не так. Но казус произошел чуть позже. Он-то думал выйти и на крыльце достать мне цепочку из-за щеки. И тут... Чтоб не спалили. Думала, что... Герой подумал, что его застукали. И с перепугу глотнул весь док. Насколько отложил? Начался. Он же не профессиональный эфирист, а обычный чел. К таким стрессам не готовый. А мы благодарим магазин за терпение. Видео с камер на... Ой, блин, да. Две лицо. А спасибо, у вас не просто красиво, но и вкусно. Да, ребят. Я чувака недооценил. И я тут думал, там все попроще будет. Он цепочку сожрал. Ну, на практике в больших, конечно, таких юбилевных заводах так не делают. Но в теории это сделать было возможно. На что он рассчитывал, я не понимаю. Но он просто, я якобы, узнал. Ребят, если вам нравятся эти выпуски, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей Чент. А это сезон эфиристов в сетях. Всем пока.